Делегация Международного Союза Биатлонистов Это позволит Красноярску проводить соревнования по биатлону на международном уровне, такие как Первенство Европы или Кубок IBU Международного Союза Биатлонистов. К слову, в последний раз эти соревнования собрали больше стран-участниц, чем чемпионат мира. Но прежде чем это случится, нужно получить лицензию на подобные соревнования. Для этого комиссия досконально проверяет всю академию. От трассы и стрельбища до всех помещений здания, вплоть до комнат для инвентаря. Конечно, мы оцениваем не только трассу, мы оцениваем сам комплекс, все залы, которые имеются в наличии, проживание, тренировочные места, стрельбище, тир и все остальное. Пока, говорят специалисты, их устраивает все, однако есть и недочеты. Это вторая часть, составляющая инфраструктуру, как называется, вот она предусмотрена планом строительства и реконструкции комплекса на будущий год. Здесь касается то, чтобы должны иметь помещения, нормальные помещения тайминг, офис соревнований, рейс-директора, IBU и всех прочих прочих. То есть порядка 16-18 помещений, которые не зависят от этого. В Министерстве спорта уверены, Красноярску необходим выход на международный уровень. Это должно резко повысить уровень наших сибирских спортсменов. Сейчас в Академии биатлона можно проводить только всероссийские первенства. Это наша основная задача, чтобы в Красноярск приезжали спортсмены мирового уровня и узнавали о нашей сибирской столице. И наши спортсмены могли готовиться совместно с сильнейшими биатлонистами не только нашей страны, но и других территорий. После осмотра комиссии потребуется несколько недель, чтобы все взвесить и вынести вердикт. Однако предварительные данные члены делегации уже озвучили. Эксперты делегации поделились. Лицензию на проведение международных соревнований мы получим. Однако провести первые состязания вроде Кубка Международного Союза биатлонистов мы сможем только тогда, когда расширится инфраструктура Академии биатлона. Александр Ловицкий, Эдуард Баглая, Денис Тимошенко. Новости.